Агенты 1, Агенты 2 Вы меня слышите? Да, слышим, так точно Слушайте меня внимательно Я выбрал именно вас для того, чтобы доверить вам выполнение чрезвычайно сложной миссии Вы находитесь в подмосковном городе Одинцова И теперь на вас лежит ответственность за безопасность этого города и всего Одинцовского района Вы агенты ОТВ Вы меня поняли? Да, поняли, так точно Полагаю, что вы задержитесь здесь надолго К серьезным заданиям вы еще не готовы Сначала вам нужно пройти специальный курс обучения Вам понятно? Да, понятно Так точно Тогда не будем терять времени на разговоры Я даю вам первое задание Я хочу сделать из вас первоклассных бойцов Сильных и телом, и духом Отправляйтесь в школу Президент, которая находится в деревне Жуковка Там вы найдете великого мастера, владеющего приемами древнего боевого искусства Говорят, его ученики могут с помощью одних только ног сбивать противника с лошади Вы так умеете? Нет, мы так не умеем Я не пробовала Вот и научитесь Не теряйте время Отправляйтесь туда сейчас же Найдите великого мастера Присоединитесь к его ученикам И раскройте тайны его мастерства Но какому именно боевому искусству он обучает? Там вы все и узнаете Нет времени болтать Вам все ясно? Да, ясно Так точно Тогда вперед! Мы, агенты ОТВ, стоим на страже Одинцова И это очень большая ответственность И нам нужна серьезная подготовка Подготовка тела И духа Именно здесь, в школе Президент, находится великий мастер, владеющий приемами корейского боевого искусства Тхэквондо Здравствуйте, мы агенты ОТВ Мы слышали, здесь у вас можно закалить тело и дух Здравствуйте А можно, а почему вы опаздываете на занятия на первое? Мы так больше не будем Ну давайте для начала отожмите 20 раз Надо, значит, надо Она за меня тоже будет, она сильная, а я нет Хорошо, вставайте О, я уже устала Тренировка только началась Конец строя, вставайте В начале тренировки у нас приветственное слово Мы приветствуем друг друга, друг друга, тренеры и ученики Старший ученик командует черед По команде черед, вы ставите пятки вместе, носочки в ройс, руки в кулаках в сторону Дальше он командует, босса бонимке Это значит учитель, у меня Кюне, мы делаем друг другу поклон, я вам, вы мне И говорим тейквон Команды Тейквон Все, счет, по команде счет, руки за спину, ноги на ширине плеч Все, повернулись налево Бегом марш Конечно, мы надеялись на то, что нам сразу раскроют все основные секретные приемы и дело с концом Но мастер настоял на том, чтобы мы прошли урок от начала и до конца, начиная с разминки Раз, два, прыгаем Раз, два, раз, два Вы подпрыгиваете вверх, не надо вверх подпрыгивать на удар, нужно небольшое движение вперед делать Раз, два, раз, два, нет, подшаг где вперед? Раз, два, да, вперед смотрим Как оказалось, чтобы путь ноги и руки был правильным, нужно основательно размяться Алексей, только ли тело надо готовить, но еще и дух? Конечно Каждый, кто здесь находится, психологически настраивается на тренировку Посмотрите, вот на мальчиков Пока вы болтали, они спокойно отжимались и воспринимали это упражнение, как повышение уровня своего, как физического, так и психологического состояния Для них не проблема, для вас проблема сейчас была даже изначально, просто отжаться 10 раз, вы даже не сомневались, получится это или нет Для них нет такой проблемы, они готовы выполнить, сначала хотя бы попробовать выполнить, а потом уже они говорят, получилось это у них или нет Тхэквондо – это не только путь ноги и руки, это еще и путь духовного развития Дисциплина, техника и дух являются средствами развития у борцов чувства справедливости, твердости, гуманизма и целеустремленности Именно духовная культура отличает истинного мастера от дилетанта Ну а после тщательной разминки нас стали готовить к бою Алексей, а отличается ли одежда девочек от мальчиков? То есть, может быть, у девушки какие-то дополнительные средства защиты есть? Есть Да? Куда? Нагрудный жилет А как же нам нагрудный жилет? Нагрудный жилет, ну просто у нас у девочек каждый личный комплект, да, там просто сегодня у нас девочки не тренируются, они будут завтра заниматься Вот у них у каждой есть свой защитный жилет, паховая раковина, она отличается от мужской А тренировки у вас отличаются, женские от мужских? Нет, тренировки не отличаются, у нас девочки вместе с мальчиками тренируются Прямо наравне? Ну не наравне, но тренируются вместе Алексей, а как вы считаете, а почему этот вид спорта привлекает людей? Чем оно зацепляет? Очень динамичный вид спорта Задействованы все группы мышц, ну то есть удары руками, ногами, очень много сложных координационных действий Ну то есть удары сложных координационных, с разворотом, много ударов, очень много ударов в прыжке, как руками, так и ногами А это правда, что это было нужно для того, чтобы сбивать противника с лошади из седла, вот корейской Ну изначально было задумано несколько тысячелетий назад, когда не было средств никаких оружия Скажем так, были наездники на лошадях, которые копьями или еще какими-то подручными средствами Каким-то оружием таким древним Ну, грубо говоря, атаковали противника Соответственно, тем, кто снизу, они находились уже изначально в невыгодной позиции И им нужно было как-то справляться с такими людьми, которые на лошадях находились Ну и, собственно говоря, был придуман такой даже не вид спорта, а средство защиты, да, от нападения на... Ну, если нападает человек на лошадь, да, были отработаны приемы какие-то, высокие прыжки И удары руками и ногами в прыжке для того, чтобы выбить соперника из седла Агенты ОТВ, конечно, тоже должны владеть такими приемами И кто, как не мастер и его ученики, могут их показать? Хорошо Под шаг где передний? Двигайся, двигайся Кто из вас попробует? Вставайте, левая нога вперед, да Раз, два, да Дальнюю ногу нужно разворачивать, когда бьем дальней рукой, да Раз, два, хорошо Ну и заключительный раз Раз, два, хорошо Существуют разные версии Тхэквондо В разных федерациях правила ведения боя отличаются Внешние поединки под Тхэквондо напоминают бои по крате Но правила поединков провоцируют участников к нанесению максимального количества ударов именно ногами Такие приемы оцениваются намного выше Если смотреть технику ног, то все удары ногами начинаются с промежуточного заряда Заряд это подъем колена Подъем ноги в коленном суставе согнутом, да То есть коленка, да, поднимается независимо от удара Если это прямой удар об Чаге, то сначала колено поднимается, потом выпрямляется нога, сгибается, ставится обратно Если это боковой удар, в данном случае долю Чаги, как мы показывали На опорной ноге мы сначала поворачиваемся, поднимаем одновременно колено согнутое Выпрямляем ножку, сгибаем ее опять в коленном суставе и возвращаем обратно То есть все удары ногами, все удары ногами наносятся через промежуточный подъем согнутой ноги Вам нужно сейчас одновременно поднять ногу и развернуться на опорной ноге пяточкой вперед Да, вот так, да Соответственно, как только вы сделаете подъем ноги, поднимайте колено просто Просто поднимите, не торопитесь, медленнее, да Поворачивайтесь на опорной ноге Еще, еще, вот И только после этого, только после этого нужно выпрямить ногу, да Да, и потом сгибаем, ставим обратно А здесь какой надо части? Вот этой? Подъемом стопы Подъем стопы, это вот ударная часть Но, в принципе, верно будет, если от коленного сустава и до подъема стопы Но в тэквондо удары используются подъемом стопы Давайте А прыгать зачем? А прыгать нужно для того, чтобы быть более легким и чтобы удар был, начинался быстрее, да, с ударной поверхности Когда вы стоите без движения и когда вы начинаете какое-то действие, это видно А, вот зачем вы делаете вот так вот А, это отдельная программа, это туля называется Да Дыхание, да? Да Ну давайте А зачем вы размахиваетесь вот так назад? Колено по самой короткой траектории поднимается вверх Опорной ноге поворачиваемся больше сильно Не старайтесь сейчас бить, да Носочек тянуть Носок, пальцы натянуть ко мне длиннее Да, руки перед собой Нет, пальцы тянем На опорной ноге разворачиваемся Пояс развязался Как оказалось, мы в этом деле совсем дилетанты И уступаем абсолютно всем ученикам И это несмотря на их юный возраст Мы, конечно, расстроились, но мастер постарался нас утешить Я могу сказать, что мои спортсмены находятся на достаточно высоком уровне И даже здесь вот сегодня у нас не старшая группа занимается И среди них я вам могу показать, например, Куранов Яша В этом году выиграл Кубок мира под Хэквондо среди детей А в прошлом году Петя выиграл тоже среди детей Но в этом году он стал серебряным призером, опять же, на этом кубке Все уже пробовали себя на соревнованиях Достаточно успешно выступали Кто-то чуть больше боев выиграл, чуть меньше Призовых мест пока нет Но это первый год обучения Я уверен, что именно они будут показывать в дальнейшем хороший результат Мы попросили чемпионов показать нам мастер-класс Да, из этого парня мог бы получиться отличный агент Как тебя зовут? Яша Яша, скажи, а почему ты выбрал Тэквондо? Ну, потому что я хотел стать сильным И хотел добиться своего итога Стать чемпионом мира и так далее А в каких ты соревнованиях уже участвовал? В всероссийском турнире В турнире своей школы В турнире нашего клуба В Кубке мира В Олимпиаде Ничего себе Я сейчас занимал какие-то призовые места? Да Какие? Расскажи нам Первые практически Только два вторых и одно третье У агентов ОТВ теперь есть помощник И не один Скажи, тебе приходилось применять это Вот в реальной жизни, а не на тренировках? Ну, еще нет Но когда-нибудь пригодится Такие приемы Надо тебе это зачем? Ну, хотя есть девушку, да, наверное, защищать будешь? Ну, конечно Что мне еще сделать? Ладно Итак, мы убедились, что есть кому защитить Одинцова от вражеской конницы И нам, конечно, тоже пригодятся эти приемы в нашей нелегкой агентской работе Считаю нашу цель выполненной Так точно Ты готова? Всегда готова Прием, прием Мы выполнили задание Это я вам должен говорить Вы выполнили вы его или нет Вы работали не в полную силу Почему вы не попробовали сразиться с ребятами? Но в трек-мандо нет смешанных боев между мужчинами и женщинами А не настоящие мужчины Девушек сказали, бить не будут Тогда вы должны были бороться между собой Вам еще учиться и учиться Одинцовцы должны чувствовать себя за вами, как за каменной стеной А пока я недоволен вами Отрабатывайте приемы и ждите следующего задания До связи Ну что ж, агент Д-1 Пойдем тренироваться Пойдем, агент Д-2 Одинцову нужны настоящие защитники И мы готовы ими стать Ведь готовы? Всегда готовы Субтитры сделал DimaTorzok